Добрый день! В эфире Рябунг ТВ. У нас в гостях политолог, эксперт по Южному Кавказу Андрей Григорьевич Орешев. Добрый день, Андрей Григорьевич! Спасибо, что приняли наше приглашение и согласились сегодня дать нам интервью в прямом эфире. Андрей Григорьевич, 9 ноября исполнилась годовщина подписания соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе. На Ваш взгляд, в какой мере удается реализовывать те пункты, которые отмечены в соглашении? В определенной степени удается реализовывать. Было соответствующее изъявление Министерства иностранных дел России, переуроченное к общине подписания укрепленного умывального соглашения. Там перечисляются все те положительные моменты, которые связаны и с деятельностью российского рабочего консистента в Нагорном Карабахе, и с началом процесса по деморитации и демаркации границ. Но в то же время мы понимаем, что такой нейтрально благостный, сдержанный тон, он и вполне отражает ту реальную сложность, которая существует на местности, на земле, и которую мы видим в протяжении последней недели, в частности вчерашнего дня, и всех тех инцидентов, которые в более широком контексте, были места в Нагорном Карабахе и на армяно-азербайджанских границах. Здесь обстояло убийство мирных жителей и явная безнаказанность попадающей стороны, что связано с объективной сложностью ситуации и с тем, что Азербайджан действует с преимущественной для себя позицией и в атернативно-тактическом плане, и в военно-дипломатическом плане, и в политическом плане. Ситуация кардинально изменилась с момента окончания военных действий, но реально она, конечно, стала меняться раньше, может быть, мы об этом поговорим, если хотите. Но, тем не менее, мы понимаем, что ситуация предельно сложная, и, пользуясь своим преимущественным положением и теми возможностями, которые он имеет, Азербайджан пытается, и порой из успеха, пытается диктовать свою повестку. Мы видим, что открываются новые контрольно-пропускные пункты на территории Синика, на дорогах Синика. Я думаю, что логичным следующим требованием будет установление административного, то есть таможенного и пограничного контроля в Лачинском коридоре, который охраняется пока исключительно российскими миротворцами, но понимаем, что ситуация там очень сложная. Ну и все это будет сопровождаться периодическим давлением, силовые формы которого мы наблюдаем с 12 мая, когда азербайджанские формирования перешли к границу, все-таки границу в районе озера Сеплич, и, насколько я понимаю, вот, в частности, по противоречивым упутанным сообщениям вчерашнего дня пытаются там, так сказать, закрепиться и продвинуться дальше. Вот, таким образом, конечно, навязывается повестка выгодной азербайджану разблокирования коммуникаций так называемого Дугизубского коридора, вот, со стороны Армении мы имеем достаточно невнятную, на мой взгляд, позицию. Вот, если вы обратили внимание, в годовщину писания соглашения были противоречивые сообщения о вероятности встречи лидеров трех стран Владимира Путина, Ихама Алиева и Николая Пашиняна, но на момент нашей записи об этом, по крайней мере, ничего не известно. Это значит, что разногласия сохраняются. Причем, мне кажется, что речь идет о разногласиях между Москвой и Баку, потому что в условиях потери Армении и армянскими действующими властями внешнеполитической субъектности, мне кажется, что по большому счету они могут подписать все, что им предможат, попутно решают задачу оболванивания населения и предоставляя очередное поражение в качестве победы. Так что ситуация, на мой взгляд, достаточно сложная, и я думаю, что она будет развиваться, к сожалению, в неблагоприятном для армянской стороны населении. Вы сказали, что в преддверии 9 ноября появилась информация о возможной встрече глав государства. Вначале эта информация опроверглась, потом заявили, что эта встреча готовится. По вашей оценке, можем ли ожидать в ближайшее время такую встречу? И что будут обсуждать? Есть ли уже какая-то конкретика? Какие вопросы будут обсуждаться на этой встрече? На ваш взгляд? В том, что встреча готовится, это безусловно. Об этом и Дмитрий Песков сообщал. Мы знаем из немногочисленных утечек, что документы готовятся. В частности, был в конце октября спрос, если не ошибаюсь, татуа Катана, касающийся конкретных документов, которые предполагаются к подписанию. То в реальности, что происходит и какие-то процессы идут, мы, конечно, не можем в достаточной степени уверенности предполагать, из-за крайне поступающей информации. Кстати говоря, в свое время господин Пашинян выступает с различными речами на площадях, рассказывал о том, что он не сделает тайны из тех документов, которые будут подписываться и которые будут касаться Армении. Но сейчас он все это помалкует. Может быть, у него следовало бы спросить, поинтересоваться. Но мне почему-то кажется, что армянская сторона находится немножко в стороне от этого процесса с Успанией. И, как я уже сказал выше, это мое предположение, безусловно, оценочное осуждение, как у нас в России принято говорить, подпишет все, что ему в конечном итоге предложат. Ну, безусловно, по большому счету речь идет о обновлении транспортного сообщения, о различных опциях этого процесса, о правовом статусе коридоров, потому что в Азербайджане говорят о том юзурском коридоре, намекая на его экстерриториальный статус. В Армении с этим вроде как не согласны. Я думаю, что в России тоже возникают разрушенные вопросы относительно всех этих коммуникаций. Самый лично, субъективный взгляд, их экономическое значение и для Армении, и для других стран тоже чрезмерно разрушено, потому что коммуникации, собственно говоря, есть. И они недозагружены. Некоторые коммуникации сказываются, скажем, вокруг Белисси-Карс, они недозагружены. Речь идет об их, как сказать, тоже только наполнении грузами в сторону Китая там и так далее. Но военно-стратегическое значение того, сангизурского или мигринского коридора, ну, сказать можно по-разному, феникского, для той же функции, оно, безусловно, достаточно важно. И в то же время мы видим, что в вот этом соглашении, сообщеину которого мы, так сказать, недавно отметили, говорили просто о восстановлении коммуникаций и о контроле пограничников ПСБ России, проходящих грузов. Я думаю, что это один пункт некоторой дискуссии. Я думаю, что второй пункт в дискуссии, связанном с этим комплексом вопросов, является отсутствие статуса фондата в мировоззрительной мировоззрительной миссии. Мы знаем из некоторых источников, в частности, из закладки международной, прошу прощения, кризисной группы, о том, что по крайней мере два раза такой статус отборкался российской стороной и оба раза он был ответом с Азербайджаном, который настаивает на том, чтобы Армения должна быть исключена из обсуждения подобного рода вопросов, что вопрос статуса миротворцев и их в рамках действия должны быть в рамках диалога между Москвой и Бакуей. Это второй двор вопросов, которые обсуждаются и мне представляется, что объективная пауза, которая связана с невозможностью быстрого решения всех интересующих сторон и вопросов, она заполняется различными вооруженными инцидентами, которые подчас опростают различными слухами и эмоционально окрашенной информацией, которая восхватывается некоторыми силами в Еливане, стремящимися выставить российский миротворческий инцидент в российскую сторону. В целом, я не единственными виновниками того безразочного положения, в котором оказалось армянское население, Нагорного Карабаха и армянская сторона в частности. Мне кажется, что это не вполне конструктивная, не вполне объективная подача информации, которая ведет к, если не к подпрыву российско-армянских отношений, то, по крайней мере, к их, скажем так, движению в негативном направлении. Я думаю, что ни Еревана, ни Москве это невыгодные не нужно. В последнее время активизировались разговоры о создании формата 3 плюс 3, который объединит страны региона в одну дискуссионную площадку. Можно ли констатировать, что этот формат вытесняет собой минскую группу ОБСЕ, тем самым как-то уменьшая роль Америки и Европы в этом регионе? Я уже доводил рассказываться на этот счет. Я не считаю формат 3 плюс 3, по крайней мере, в настоящее время чем-то содержательно наполнен. Мы видим некоторые заявления, мы видим речь Реджа Патайпа Эрдогана, который, безусловно, заинтересован в том, чтобы говорить о подобном формате, но в то же время мы не видим здесь списка вопросов, которые можно было бы предварительно обсудить на какого-то рода экспертном мероприятии, на подготовительном мероприятии, потому что мы даже не знаем о чем речь идет. Речь же не идет о встрече глав государств шести стран. Возможно, речь идет о встрече министров иностранных дел или их заместителей. В данном случае необходимо понять, что они будут обсуждать, чтобы этот формат не превратился в нечто непонятное. На мой взгляд, объективная разнонаправленность интересов этих шести стран, она не позволяет в ближайшее время говорить об формате 3 плюс 3 как о чем-то реально. Хотя, конечно, отказываться от него никто не будет, по крайней мере, на уровне дипломатической литории. Дипломаты на то и дипломаты, чтобы пытаться представить и изобразить конструктивность и, естественно, никто не будет с порога отвергать подобного рода предложения. Ну, за исключением Грузии, для которой неприемлемый любой формат, где представлена Россия. Вот мы видим, так сказать, первый, так сказать, серьезный подводный камень к организации подобного года мероприятий, и к реализации подобного рода инициатив. Вот. Еще один, на мой взгляд, такой подводный камень, это сложные взаимоотношения в переукольнике Москва, Баху, Тегеран, или Москва, Анкара. При всех тех общих проектах, которые есть в России и Турции, мы понимаем, что интересы трех стран расходятся в определенной степени и на Ближнем Востоке, и в других комплексных регионах. Например, прекрасно понимаем, что серьезное вмешательство Турции, как в Соединении Советовской, так и сирийскими наемническими формированиями, хадисскими в Карабахскую войну, оно не может, мягко говоря, быть расторгой ни в Москве, ни в Тегеране. Именно с этим были связаны недавние обострения обмена учениями по обе стороны ракции. Естественно, эти вопросы были урегулированы. Пойму, начинать никто не собирался, но показательно, как эти вопросы были урегулированы. Они были урегулированы в рамках двусторонних азербайджанных иранских контактов. Мы знаем, что здесь достаточно эффективно надо грузия, Турция, Азербайджан, крепленный вот этими коммуникационными линиями по оси запад-восток. Ну, это энергетика, мы понимаем, это та же железная дорога, какую-то дефекация и так далее. То есть, мне кажется, что каждый, все эти речи, все эти, которые возникают в регионе Кавказа и вокруг него, связанных с Кавказом, будут решаться в оперативном режиме, пожарном режиме, по мере возникновения проблемы, они будут решаться, но решаться не в формате витлески, а в формате двухсторонних контактов, результатов, украинских трех рамок для более широкой и снижательной повестки пока что не имеют. С чем связано, что в регион зачастили высшее руководство США, НАТО и Евросоюза в последнее время? Я думаю, что это связано с попытками некоторой консолидации внешнеполитических усилий по линии различных американских ведомств. Мы же понимаем, что там не только государственные департаменты, мы понимаем, что там служба совета и советник национальной безопасности, это и многочисленные разведки Соединенных Штатов, работающие на внешнем контуре. Мы понимаем, что интерес сохраняется, несмотря на признаки вывода и признаки утери интереса Америки к регионам, к Центральной Азии, события в Афганистане, к Ближнему Востоку, к Южному Кавказу. Мы понимаем, что в реальности это не совсем так, и американцы, безусловно, держат руку на пульсе и пытаются таким образом синтронизировать свои политические усилия и, возможно, экономические усилия. Экономические интересы, ну, в данном случае, не только американцев, но, скажем, англичан, которые, как мы знаем, довольно активно представлены в Афганистане, в Афганистане, в том числе и на тех территориях, которые были отвоеваны у Нагорного Карабаха в армянской стороне. Я имею в виду Изамгиланский район, я имею в виду Изамгиланский район, Карлачатский район. Поэтому Запад сохраняет связи на Южном Кавказе. Вот это не только Грузия, это Грузия, конечно, прежде всего. Мы знаем, что сюда приезжал в Афганистане. Мы точно, глава Кавказа, мы знаем, что именно с Грузией связаны все которые американцы принимают и нас в целом на Черном море, которые вызывают серьезные страны Москвы. Грузия часть вот этого Кавказского пересейка. Поэтому здесь это внимание и эта динамика на вполне как бы соответствует тому месту, которое Южный Кавказ занимает во повестке Соединенных Штатов Америки и НАТО в целом. Возможно, там в ближайшее время неких проб и резонанс скажем так действий и явлений, но приходилось об этом писать. Джона Молтона, тогдашнего советника президента Дональда Трампа на Кавказе, который состоялся в конце 2018 года, он оставил достаточно глубокий след в региональной постиге вообще в единственной повестке. Я думаю, что от этого отказываться не состоялось. Спасибо. В последнее время обострилась ситуация также на Черноморском бассейне. С чем это связано и к чему может эта ситуация привести? Да, частично я уже затронул этот вопрос. Конечно, на мой взгляд, он прежде всего связан с попыткой Киева решить вопрос Донбасса силовым путем. и в этом случае западные партнеры, как у нас принято говорить, стремятся подстраховать Россию и дать ей понять, что никакое так называемое внешнее вмешательство России на стороне неприязанных республик Донбасса не будет воспринято и соответствующим образом парировано, в том числе и в рамках каких-то военных действий. Мне кажется, именно с этим связан неплановый, это подчеркивается, неплановый характер вот тех учений, в которых задействованы гнезинские порты, в которых задействованы Украина, как мы понимаем, в которых задействованы и европейские, восточноевропейские британские базы США и НАТО. Мне кажется, что это достаточно опасно. Прежде всего потому, что Черное море уже достаточно давно является таким серьезным очагом потенциальной нестабильности и если мы посмотрим, эта регион был тоже такой достаточно взрывопатный, где сталкивались интересы различных сторон и различных игроков. Кстати говоря, Турция в рамках вот этой черноморской боевой тревоги, да, она проявляет полную солидарность со странами НАТО и мы знаем, что в первых числах ноября именно на территории Турции проходило одно из консультативных мероприятий в рамках Североатлантического альянса. Поэтому я думаю, что действия российской стороны адекватны, они сочетают меры политико-покламатического реагирования и, конечно же, меры военного утверждения возможной эскалации, что связано, конечно, с тщательным отслеживанием тех маневров, которые предпринимают американцы и их натовские союзники. Андрей Григорьевич, спасибо вам большое за интервью. Спасибо вам. Спасибо вам за интересный вопрос. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова